В нашей студии сегодня председатель Ассоциации русскоговорящих женщин в Ливане Родина Ирина Мортада. Ирина расскажет нам о проекте, который был специально организован к 75-летию Великой Победы. Здравствуйте, дорогие соотечественники и соотечественницы! Вот и настал такой долгожданный и любимый нам праздник День Победы. Я хочу всех, от всей души поздравить с этим праздником, пожелать всем здоровья, мирного неба над головой, счастья, любви и всех благ вам, дорогие мои друзья. Ассоциация русскоговорящих женщин накануне праздника разработала и провела конкурс «Спасибо Деду за Победу» – конкурс детского рисунка. На этот конкурс приходили работы со всех городов Ливана. Ирина, а кто был в жюри этого конкурса? Было же жюри, наверное. Жюри нашего конкурса – это профессионалы своего дела. Оксана Рифф – преподаватель изобразительного искусства. Елена Салиба – магистр архитектуры. Наталья Симан – преподаватель русского языка в школе «Кедр». Лилия Адия – директор русского дома в Наботии. Ирина Владимировна Уварова – блокадница, ветеран войны. Ирина, мы знаем, что итоги конкурса уже подведены. И нам не терпится услышать имена победителей. Давайте сейчас объявим победителей нашего конкурса. В возрастной категории 5-7 лет первое место заняла Катерина Агапьян. Второе место поделили Роберт Картмас и Адам Саник. Третье место – Лилия Абдул-Али, Адам Ибрагим, Дани Райми. В возрастной категории 8-10 лет первое место разделили между собой Алина Шбара и Яна Заракет. Второе место присуждается Даниэль Усах и Юлия Эль Райс. Третье место – Мелисса Абдул-Али и Айман Ибрагим. В старшей категории возраст 11-14 лет первое место – Ева Мауат и Софья Крейдея. Второе место – Амир Саник и Александра Госсен. Третье место разделили между собой трое участников – Лана Абдул-Али, Синтия Амруи и Диана Саник. Стефани Эль Риф и Софья Картмас были выделены в номинацию «Самые маленькие участники конкурса», а Лейла Креди в номинации «Профессиональный рисунок». Поздравляем, ребят! Всем победителям будут выданы дипломы и памятные призы, а участники получат сертификаты об участии в конкурсе. Мы очень рады за всех участников и за всех победителей. Всех поздравляем, всех искренне поздравляем. Ирина, хотели бы еще такой вопрос. Вы сказали, что одной из участниц жюри была наша уважаемая соотечественница, блокадница Ирина Владимировна Уварова. Ирина Владимировна оставила небольшое обращение к родителям и детям об участии в этом конкурсе. Если можно, я процитирую его. Выражаю благодарность мамам за воспитание детей в уважении к своей второй родине, за сохранение благодарной памяти к воинам, отстоявшим нашу родину от фашизма, и помощь детям, участникам конкурса. Все дети достойны похвалы. Они показали свою способность и желание участвовать в этом почетном конкурсе. Постарались выразить свое отношение к дедам, победившим врага 75 лет назад. Горячо благодарю всех участников конкурса за их работы. И благодарную память к участникам войны. Блокадница, ветеран войны Ирина Владимировна Уварова. Лучше, чем сказала Ирина Владимировна, и не скажешь. Действительно, это прекрасные, замечательные слова. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Мы поздравляем вас с Днем Победы. Желаем крепкого здоровья, чтобы рядом всегда были родные, любящие люди. И, конечно, чтобы каждый новый день был мирным. И в заключение, Ирина, еще хотелось бы у вас спросить, какие проекты организуются Ассоциации Родина, новые проекты? В октябре месяце этого года мы запланированы провести Вселиванскую спортивно-историческую игру «Зовница», которая впервые была проведена в прошлом году. Но в этом году из-за общей пандемии она была перенесена на октябрь месяц. Мы знаем, что участники ждут этих соревнований, как маленькие, как подростки, так и взрослые. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда мы уже все вместе соберемся и проведем эти замечательные соревнования. Ну, естественно, эта игра была приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И поэтому наша игра будет состоять полностью в патриотической тематике. Сначала начнется она конкурс о патриотической песне. И зачем начнутся соревнования «Зорница» для молодежи, «Зорница юниор» для молодых ребят. И «Зорница плюс» уже для нашего боевого полка. Для нас. Для нас, да. Поэтому мы готовимся и ждем уже, когда это все состоится. И мы отпразднуем нашу победу все вместе в дружной компании. Действительно, Ирина, мы с нетерпением ждем «Зорницы». Нам всем очень понравилась эта игра в прошлом году. И дети были в восторге, и взрослые. И все с нетерпением ждем, когда же в этом году будет «Зорница-2». Большое спасибо, что пришли сегодня, что рассказали о проекте таком интересном, о будущих проектах. Поздравляем вас с Днем Победы. Спасибо большое. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Поздравляем вас с Днем Победы. 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 И в дом родной